Стандартным способом добавления элементов зубчатых передач в программе SolidWorks является библиотека стандартных компонентов Toolbox. Данное добавление активируется из меню добавлений и располагается в левой части экрана в библиотеках проектирования. Для добавления элемента зубчатой передачи выберем стандарт «Ансиметрик», «Трансмиссия», «Зубчатые колеса» и добавим прямозубое цилиндрическое колесо, перетянув его в основное рабочее окно программы. Для элементов зубчатой передачи, добавляемых через SolidWorks Toolbox, доступны следующие настройки. При перетаскивании компонентов слева на месте древопостроения откроется панель настроек, можно задать следующие свойства, такие как модуль, количество зубьев, угол давления из преднастроенных, ширина грани, вводится вручную. Также можно добавить гип-ступицы, номинальный диаметр вала, выставить настройку «Отрисовку зубьев», добавить заметку и указать имя конфигурации, которое будет в последующем указываться в таблице спецификации. Также после введения настроек Toolbox предлагает создать несколько копий элементов с заданными характеристиками. Пока достаточно одного. В целом, данного набора инструментария хватает для ограниченной работы с зубчатыми передачами. Однако есть проблема. Элементы, добавленные таким образом, не редактируются и при открытии в контекстной детали доступны только в режиме просмотра. В связи с чем возникают некоторые трудности, к примеру, с проектированием зубчатых реек, либо зубчатых секторов, также червячных передач и циклов, и прочих типов зубчатых передач, не предусмотренных стандартным набором инструментов Toolbox. Для более гибкой работы с элементами передач можно использовать приложение Geertrax. Данное приложение устанавливается отдельно от пакета SolidWorks и доступно для работы с любой системой автоматического проектирования, основанной на геометрическом ядре Parasolid. Запуск приложения производится из директории установки или при помощи ярлыка, вынесенного в необходимую директорию, либо на рабочий стол. Запустим приложение. Обратите внимание, что приложение не русифицировано. Также в нем, как и в самом SolidWorks, нет базы данных в соответствии с ГОСТами. В целом, Geertrax Pro – это инструмент для конструирования элементов передач. В приложении доступны для моделирования и расчета следующие элементы. Прямозубые шестерни. Конические пары. Зубчатые венцы для цепной передачи. Шкивы для зубчатых ремней. Шкивы для новых ремней. Червячные передачи. Зубчатые муфты. Также предоставлена возможность проектирования циклоидальной передачи. Это так называемый волновой редуктор. И эпициклические передачи. В версии 2017 года «Эпициклические передачи» рассмотрим основные элементы рабочего поля программы. На примере однозубой передачи первый блок установок называется «Pitch Data» и позволяет настроить параметры зубчатого колеса. Вкладка «Ирстандарт» позволяет выбрать профиль зуба в соответствии с международными стандартами. Повторюсь, коста в списке нет. Можно выбрать как наиболее приближенный – DIN. Либо выбрать параметр – Freeform. И задать необходимые характеристики вручную. Используя стандарт передачи Freeform, можно задать модуль. Можно задать нормальный и длительный диаметр. Также можно задать коэффициент смещений. И обратите внимание, что по умолчанию в большинстве стандартов будут использоваться дюймы. То есть нужно обратить внимание на пункт «Юниц» и переставить стандарт измерения на метрический. Также при вводе некорректного значения программа IRDRAX выдаст в окне предварительного просмотра сообщение об ошибке, что достаточно удобно и не позволит задать параметры, не стыкующиеся с другими текущими настройками. Вернем значение, как было. Следующий блок настроек называется Assembly. И представлен двумя параметрами. Это межцентровое расстояние и передаточное число. Нажав на серый квадратик возле названия, откроется меню настроек, в котором в режиме быстрого просмотра можно просмотреть данные по производству. Зубчатых передач также программа при изменении того или иного значения будет менять передаточное число, межцентровые расстояния, и в случае возникновения какой-либо ошибки, к примеру, неправильный диаметров, либо возможности подрезки зуба будет выдавать соответствующее сообщение в основном рабочем окне программы. Что в целом достаточно удобно для подбора передач точных чисел. Также можно задать соответствие по центрам и получить коэффициенты смещения, изменяя основное межцентровое расстояние. Третий блок настроек называется гердата и позволяет настроить непосредственно передающую пару. Также можно изменять количество зубьев в элементах передачи, направление вращения, левое-правое тип передачи. Это может быть прямозубое цилиндрическое колесо. Это может быть цилиндрическое колесо и зубчатая муфта. И это может быть цилиндрическое колесо и зубчатая рейка. Также доступно изменение длительного диаметра, положительного и отрицательного поправочного диаметра настройки дополнительного коэффициента модуля. Кроме того, можно задать посадочные отверстия, выбрав кнопку Open Hub Motion. И поменяв значение на необходимое, также используя кнопку Insert Superintation, можно задать параметры, которые будут прикреплены к твердотельной модели, которую сгенерирует программа Geertrex Pro. И эти параметры в последующем можно будет использовать для оформления таблицы параметров зубчатой передачи в соответствии с ГОСТом. Для импорта параметров в твердотельную деталь необходимо нажать Save as Default, а для добавления таблицы в примечание текущего открытого элемента SolidWorks необходимо нажать кнопку Insert as Dable. Как добавить таблицу спецификаций шестерни и настроить ее в соответствии с ГОСТом, мы расскажем в следующих видео. Пока закроем настройки аннотации и нажмем кнопку Create Makeup, чтобы создать парам из зубчатого колеса и зубчатой рейки. Проект создания твердотельной геометрии будет происходить автоматически. Создастся три файла. Два файла будут содержать в себе детали, третий файл будет файлом сборки с этими двумя деталями по умолчанию. Файлы будут сохраняться в папке Документы на диске C и будут доступны для редактирования, как и любая созданная вами твердотельная модель. Продолжение следует... Продолжение следует... Таким образом выглядят элементы, созданные при помощи программы Geartrex Pro. Это сборка, которую до этого мы могли наблюдать только в окне предварительного просмотра. Детали, созданные при помощи стандартных операций и доступны для редактирования. Также можем открыть детали отдельно и изменить любой из элементов, что является крайне удобным для получения шестерен, либо элементов передачи с любой необходимой вам конфигурацией, с любыми необходимыми посадочными местами для более удобной дальнейшей работы с проектированием зубчатых передач. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитров, Г.Лосева, Г.Б. Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...